Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Григуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Явка там составила почти 71,5% и 87,5% соответственно. Напомню, выборы президента страны впервые проходят три дня. По итогам первых двух дней очная явка в стране подошла к 59%, а явка по дистанционному голосованию в тех регионах, где можно оставить голос электронно, достигла 90%. Участки будут работать до 20 часов. Зампред Центра избиркома Николай Булаев сообщил, что первая предварительная информация о ходе голосования начнет появляться после 21 часа по московскому времени. В Самарской области на выборах президента России работают международные эксперты и наблюдатели. В составе делегаций представители Алжира, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Парагвая, США и Болгарии. Как они оценивают ход голосования, узнали наши корреспонденты. В Самарской области продолжают работать международные эксперты и наблюдатели, которые следят за законностью избирательного процесса. Они осмотрели не только участки в областной столице, но также побывали в Тольятти и в Жигулевске. Здесь это мой седьмой выбор, чтобы наблюдать. И я не видел нарушений здесь никаких. Несколько раз было, может быть, проблема доступа для инвалидов или что-то так. Но ничего очень важного. Такие нарушения. И что здесь, мне очень нравится система, очень организованная. И каждый избирательный участок похож на следующий. Мы сегодня также увидели высочайший профессионализм всех сотрудников, всех членов участковых избирательных комиссий. Мы видим их приверженность тому, что они делают. Мы видим их четкое, неукоснительное следование процедур. Отдельно мне хотелось бы отметить такую же приверженность со стороны избирателей. Отдельно эксперты отметили, что в Самаре очень активная молодежь, которая стремится повлиять на будущее страны. У меня есть опыт работы в секторе образования, поэтому с этой точки зрения я хочу подчеркнуть огромный профессионализм избирательных комиссий, а также то, что не только людям в возрасте прививается к культура выборов, но также прививается общее такое настроение и участие в социальной сфере общества. Например, очень важно для молодежи участвовать в общественных проектах. И я вижу молодежь, которая приходит, интересуется жизнью страны. Также международные эксперты поделились впечатлениями от общения с жителями. Я чувствовала себя дома. Хотя я не была в России, и это мой первый раз я в России, так не оказалась дома. Значит, музыка, которая была с моего детства, это любимая музыка моей семьи, она звучала почти на каждом пункте выбирательном. Что вам сказать? Я так почувствовала себя, ну и как родную, потому что мне так принимали все, которые понимали, что я с Болгарией. Вы знаете, мы проходим такие времена, и как-то не как-то все отражается людьми, а здесь нет. Так как я отношусь к вам, ваши люди относятся ко мне. А это прекрасно. Отметим, что для наблюдения за выборами президента в Россию прибыли более двухсот зарубежных экспертов. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Также за избирательным процессом на каждом участке следят наблюдатели от Общественной палаты и политических партий. Об их работе расскажем в следующем сюжете. На избирательном участке номер 2509 активно идет голосование. За порядком здесь, как и на других УИКах, следят правоохранители, а законность процедуры обеспечивают общественные наблюдатели. Одним из них стала Татьяна Шараченкова. Рассказывает, что впервые попробовала себя в роли наблюдателя на выборах губернатора в сентябре прошлого года. Татьяна на пенсии, поэтому решила посвятить себя важной общественной работе. Все согласно регламенту для наблюдателя. Мы наблюдаем за тем, чтобы вежливо обращались с избирателями, объясняли им все правила, ну и соблюдали все правила голосования. Наблюдатели на участках обеспечивают прозрачность процедуры голосования. Они следят за подсчетом голосов, определением результатов, помогают избирателям реализовать свое гражданское право. Я думаю, что каждый человек обязан это сделать в той или иной степени. То есть, если каждому человеку интересно будущее нашей России, значит, он должен прийти и отдать свой долг. Напомним, что в Самарской области открыты 1767 избирательных участков. За ходом голосования на них следят почти 6000 наблюдателей, подготовленных общественной палатой и направленных кандидатами и политическими партиями. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев. События. Для многих самарцев ходить на выборы – это семейная традиция. Депутат Самарской городской думы, заслуженный мастер спорта под дзюдо и самбо Анна Сараева с 8-летней дочерью Алисой пришли на избирательный участок, открытый в 28-й школе Самары. От этого выбора зависит будущее страны и будущее наших детей, убеждена Анна. Это позиция сильного, когда ты идешь и принимаешь свое решение. Не кто-то за тебя принял, а именно ты принял это решение. Я предприятия не пропускаю и с детства детям тоже закладываю о том, что нужно интересоваться общественной жизнью и, конечно же, голосовать. Надо голосовать, надо это делать. Но пока я еще не выросла, мне нельзя голосовать, к сожалению. Я бы очень хотела голосовать. В Самарской области в дни выборов президента России работает общественная горячая линия связей с избирателями. До 20 часов можно позвонить, чтобы узнать необходимую информацию о выборах или сообщить о возможном нарушении. Телефоны вы видите на экране. Далее коротко о других событиях дня. В Госдуме анонсировали закон о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает необходимым ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать голосованию путем поджога или действует в интересах иностранного государства. Документ подготовят и внесут на рассмотрение в ближайшие дни. Минфин разработал законопроект о продлении субсидий на погашение ипотеки для многодетных семей до конца 2030 года. Размер выплаты составляет 450 тысяч рублей. Согласно условиям документа, при рождении ребенка до 31 декабря 2030 года обратиться за получением льгота можно будет до 1 июля 31 года, уточнили в министерстве. По информации ведомства, с начала работы программы уже почти 665 тысяч семей воспользовались мерой господдержки. Иран впервые поставит в Россию партию куриных яиц. Отправка произойдет в ближайшие 20 дней. Куриные яйца в России за прошлый год заметно подорожали. В 2024-м цены на них стали снижаться. При этом в Россельхознадзоре ранее сообщили, что с конца 2023 года по 3 марта этого года в страну ввезли 28,5 миллионов яиц из Азербайджана и Турции. Более двух лет не были в отпусках 7% работающих россиян. Еще 9% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Мужчины правом на отпуск пользуются реже. Последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин. Ни разу не уходили в отпуска 12 и 4% соответственно. У 88% россиян уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи, медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие. Турпоток россиян в Таиланд за сезон вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик пришелся на январь. Тогда страну посетили почти 220 тысяч российских туристов. Такие данные озвучила Ассоциация туроператоров. По итогам февраля Россия вошла в тройку стран, чьих туристов больше всего в Таиланде. Уступив лишь Китаю и Малайзии. Сегодня в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Праздник ежегодно проходит в 3 воскресенье марта. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что результаты труда работников ЖКХ имеют важнейшее значение для обеспечения благополучной и безопасной жизни людей и заметно влияют на социальное самочувствие граждан, уровень их доверия к органам государственной и муниципальной власти. С 2019 года на территории Самарской области построено и реконструировано 10 объектов водоснабжения, введены в эксплуатацию 8 очистных сооружений, совершенствуется система обращения с твердыми коммунальными отходами, ведется активная работа по возведению новых и обновлению существующих сетей. За последние пять лет построено почти 800 километров газораспределительных сетей, что позволило поднять уровень газофикации региона до 94,4%. Проложено и отремонтировано около 3,5 тысяч километров электросетей, сотни километров сетей водоснабжения и водоотведения. Глава региона поблагодарил сотрудников коммунальной сферы за ответственное отношение к делу, умение мобилизоваться в самых непростых ситуациях и настойчиво добиваться поставленных целей. Отдельная благодарность ветеранам бытового обслуживания населения, без которых не было бы сегодняшних достижений. Действующих сотрудников и ветеранов отрасли поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Она отметила, что за каждым успехом, за каждым цветущим парком, за каждым аккуратным двором и домом, в котором уютно, тепло и светло, стоит труд многих людей, которые выбрали благородную и почетную работу, создавать комфортную жизнь для окружающих. Елена Лапушкина пожелала работникам жилищно-коммунальной сферы крепкого здоровья, энергии и оптимизма, уверенно и успешно справляться с задачами и гордиться результатами своей работы. Свои пожелания работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства высказали и жители Самары. Здоровья, счастья. Ну и чтобы, когда мы обращались, пожелания наши выполняли, чтобы наши мечты сбывались, и у них все получалось. За их нелегкий труд, конечно же, да, здоровья им, всех благ, всего хорошего. Трудовых успехов, как говорится, всех благ, да. Какие-то положительные сдвиги, вот, заметность. Лучше стали, как бы, дороги, тротуары начали делать. Раньше их не было, сейчас они там появились. Мне кажется, даже чище воздух, что ли, стал в городе Самара. Изменился город на протяжении его 10 лет, он менялся и меняется, мне кажется, и будет до сих пор меняться. Здоровье, благополучие их семьям, ну и чтобы, конечно, стимул был какой-то для работы. Здоровье самое главное, ну и нас не забывать, жителей, чтобы все было хорошо. Терпение, что вот такие, как мы, вот жалуемся, жалуемся, они вот терпели, ну и делали. Ну, с юмором относились к нам тоже, к жалобам. Что им вообще пожелать? Ну, здоровье, да, здоровье. Это тяжелый труд, конечно же, как ни крути, это снег чистить, убирать, все это, люки вскрывать. Всем здоровья, всем радости, веселья. В Самарской области поводок прогнозируют с 5 по 20 апреля. В этом году уровень воды может подняться выше многолетних значений на 55-240 сантиметров. В марте-апреле в зону подтопления могут попасть населенные пункты и дачные участки. На данный момент значительные запасы воды сохраняются в снежном покрове. В Самарской области его высота достигает 45 сантиметров, или 132% от нормы на этот период. Полное очищение рек от льда произойдет в конце апреля-начале мая. При резком повышении температуры в зону подтопления попадут населенные пункты 16 районов области, отметили в Приворском гидрометцентре. Жигулевская ГЭС начнет сброс воды с 26 апреля. Полное открытие плотины планируется с 12 по 16 июня. Во время паводка на помощь жителям готовы прийти 10 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Приготовили 124 плавсредства. В регионе задействуют 16 стационарных и один временный гидропост. Во всех населенных пунктах, подверженных подтоплению, развернут дополнительные нештатные водомерные посты. Сегодня, 17 марта, православные верующие отмечают прощенное воскресенье. В народном календаре оно совпадает с завершением Масленицы. В последний день перед Великим постом принято просить друг у друга прощения и ходить в гости на блины. В этот день в храмах проходит торжественная литургия, во время которой читают отрывки из Евангелия от Матфея о важности прощения. Отсюда и возникло название праздника. Согласно православной традиции, к Великому посту следует приступать с легким сердцем и чистой душой, ведь это не просто период воздержания от определенного вида пищи, а серьезный духовный подвиг. Поэтому перед его совершением важно освободиться от грузонакопленных обид и раскаяться в собственных ошибках. Великий пост у православных верующих продлится с 18 марта по 4 мая. В этот период следует отказаться от развлечений и увеселительных мероприятий. Нельзя употреблять в пищу мясо, молоко и яйца. В определенные дни разрешается съесть рыбу. Основной рацион во время поста составляет пища растительного происхождения. Но пост – не диета. Священники говорят, что нужно учитывать свои силы и здоровье. Если вы только начинаете поститься, то стоит убирать продукты из своего рациона постепенно. Откажитесь сначала от мяса или молочных продуктов, затем от остальных. Главная цель поста – духовное очищение, а не ограничение в еде. Также священнослужители напоминают, поститься нужно так, чтобы это помогало наладить мир в семье и навести порядок внутри себя. На самом деле пост всегда был и есть. Это то духовное состояние, когда человек должен не физически пострадать или измениться. Он должен измениться духовно. Хорошо было бы, допустим, найти себе силы, например, отказаться от 99 ТГ-каналов и в руки взять книгу. Причем такой нюанс, для кого-то сложно, это какую-то книгу церковную. Можно взять книгу любую, любого классика, кто близко к сердцу. «Человек света» под таким названием открылась в Самаре выставка картин известного русского художника Василия Поленова. В организации выставки приняли участие 12 музеев из разных регионов России. В экспозиции представлено 76 произведений. На выставке побывала наша съемочная группа. «Человек света» – так говорила великом живописце Василия Поленове ученый-физиолог Павел Спира. Такое название получила и выставка, посвященная 180-летию со дня рождения художника. Она открылась в Самарском художественном музее. В экспозиции 76 произведений. Пейзажи, этюды, картины с библейскими мотивами. Среди полотен есть и те, что впервые покинули стены родных музеев. Это подвиг нашего коллектива, подвиг музейщиков, подвиг нашего Министерства культуры, которое поддержало нас, серьезно поддержало. И я не сомневаюсь, что эта выставка будет постоянно встречать гостей. В организации выставки приняли участие 12 музеев России. Например, музей-заповедник Поленова, который располагается в Тульской области, предоставил для Самары картины вместе с рукописями живописца. На открытие выставки приехала директор музея Наталья Поленова, правнучка художника. Юбилейный Поленовский год с его 180-летия открывается этим замечательным мероприятием в замечательном, чудесном Волжском городе Самаре. Ну, как-то вот так получилось, что Поленов жил на Аке, а как-то вот жизнь наша связана так или иначе с Волгой. Для Самарской выставки картины привезли также из музея изобразительных искусств Пушкина, и Третьяковской галереи. Одним из главных экспонатов стало масштабное полотно с библейским сюжетом «Христос и грешница», доставленное из Третьяковки. Это действительно очень уникальное событие, не только для Самарской области, но, я так думаю, для России в целом, потому что действительно сегодня здесь, в Самаре, собрались 12 регионов. Выставка «Человек света» будет работать в Самарском художественном музее до 30 июня. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»